Музей имени Мартианова продолжает проект «История уездного города М». Вас ждет знакомство с основными объектами культурного наследия Минусинска, с зданиями, которые хранят память о наших выдающихся земляках, событиях и эпохах, определявших судьбу города. В 15 выпуске мы расскажем о Сретенской церкви. Она находится на Старом Минусинском кладбище. Это второй каменный храм, построенный в нашем городе в 1864-1866 годах. Это исторический объект с трудной трагической судьбой, которая должна сохраниться в памяти у народа. В середине XIX века в Минусинске был только один храм – Спасский собор. Однако город разрастался, увеличивалось количество жителей. Постепенно возникла потребность в новом культовом сооружении. Инициатива строительства Сретенской церкви принадлежит купцу Третьей гильдии Ивану Тимофеевичу Масленникову. Он уже был известен тем, что выстроил третий предел к Спасскому собору во имя святителя Николая Мерликийского. Масленников, а позже его племянники Стефан и Захар, а также минусинский купец второй гильдии Иосиф Иванович Артемьев в общей сложности пожертвовали на строительство 5000 рублей. В 1864 году Артемьев получил разрешение на строительство. Но Масленников, увы, до этого дня не дожил. Проект храма подготовил помощник Енисейского губернского архитектора Петр Михайлович Дорофеевский. Это была первая крупная работа молодого зодчего. Работами руководил крестьянин Нижегородской губернии Михаил Воинов. Закладку здания осуществили в мае 1864 года. Строительство вели ударными темпами и закончили уже через полгода. Первым священником, служившим здесь, был Иоанн Серебренников. Спешка, увы, плачевно повлияла на качество здания, ведь практически сразу понадобилось перекладывать все печи и устранять огрехи, что, в свою очередь, привело к удорожанию работ. Именно поэтому церковь во имя Сретения Господня была освящена только 27 апреля 1867 года. Церковь была построена на фундаменте из дикого, то есть природного камня, в стиле позднего классицизма. Вход был оформлен портиком с двумя колоннами и треугольным щипцом, а с треугольной частью торцовой стены. Как выглядела колокольня Сретенской церкви в первые годы после постройки, мы уже не узнаем. Изначально колокольня была деревянной. Ее построил в 1876 году Ачинский мещанин Иван Лоцманов. Однако в конце XIX века на средстве минусинского купца Ивана Федоровича Занина к зданию пристроили каменную колокольню в неорусском стиле. Занин был старостой церкви и много жертвовал на ее обустройство. Старались поддерживать церковь купцы, ремесленники и минусинцы простого звания. Так облачение для священников сшила мещанка Татьяна Токарева. Портниха не знала грамоты, но сшила одежду также на престол и жертвенник, и другое церковное убранство. Порчу и атлас для этих целей приобретали в магазинах Матрены Беловой. Окружала Сретенскую церковь кирпичная ограда, внутри которой находилось кладбище. Насчет кладбища о церкви исследователи до сих пор не выработали единого мнения. В одних источниках говорится, что кладбище уже было отмечено на городском плане середины XIX века, и Сретенская церковь задумывалась именно как кладбищенская. Другие исследователи утверждают, что хоронить здесь стали лишь спустя два года после открытия церкви. В любом случае, Минусинский некрополь – это одно из удивительных мест, где сосредоточено более полутора веков городской истории. Здесь покоятся городские головы, купцы, мещане и крестьяне, участники Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн, известные деятели культуры, видные ученые и политики. Интерес представляют и судьбы людей, которые обрели здесь покой, и архитектура самих памятников, и развитие мемориальной культуры. Так, например, известно, что до революции места для погребения делили на разряды в зависимости от статуса и финансового положения усопшего. Это правило вместе с оплатой за места отменили лишь в 1918 году. Примечательно, что в Минусинске это центральное постановление об отмене платы за места стало действовать лишь в 1929 году. В 1923 году Сретенский храм был передан в пользование обществу староцерковников, которое в разное время насчитывало от 150 до полутора тысяч человек. Они, в отличие от обновленцев, не желали сотрудничать с советской властью. Возможно, именно поэтому церковь неоднократно закрывали. Сначала с августа по октябрь 1928 года, ввиду угрозы обвала потолочных перекрытий, затем с мая 1929 по декабрь 1931. В этот период здание хотели открыть школу первой ступени. Окончательно церковь была закрыта в 1937 году, после ареста и расстрела архиепископа Минусинского и Усинского Дмитрия Вологодского. Шанс на восстановление у Сретенской церкви появился в 1997 году. По благословению архиепископа Красноярского и Нисейского Антония начались восстановительные работы, однако завершить их верующие не успели. Летом 2000 года храм сгорел, однако он, как и прежде, является центром этого освященного столетней историей места. В следующем выпуске проекта «История уездного города М» мы продолжим знакомство с архитектурой города Минусинска. Мы вернемся к истории торговых зданий и поговорим о доме Рогозинского. Ждем вас в музее имени Мартьянова. Изучайте историю родного края вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин